добрый вечер всем кто заглянул на мой канал меня зовут регина и сегодня вечером я хочу вам показать своей уценочки вот это все цветение первое цветение уценок ну кроме легата я их все покажу вам начну наверно вот с этой вот большой беленькой в прошлый раз я показывала сколько у нее крышечков в горшке в прошлом обзоре все ссылки на видео вы найдете в подсказках и это ее первый полноценный цветонос вот в прошлом видео обзоре он еще только рос и вот она дала три таких крупных цветочка я все надеялась что цветов будет побольше но нет пока только три цветочка не знаю с чем это связано то ли с тем что это все-таки уценочки они еще не совсем себя пришли то ли возможно того что кустики еще совсем молоденькие но то ли из-за того что жара я думаю что это все нет чего-то определенного из этих трех аспектов я думаю что это все возможно в купе и у них все еще впереди так вот это радует меня беленькая до этого она меня радовала также тремя или четырьмя цветочками от основного цветоноса вот это рядышком не основной а старый цветонос вот этот вот толстенький и он не помню когда это было полгода назад или может по побольше у него пробудилась верхняя почечка и был цветоносик коротенький из боковой почки и вот тоже было три четыре цветочка ну а это первый полноценный домашний цветонос надеюсь в будущем цветение будет по побольше получше погуще вот мой легата у которого он он цветет я уже не помню сколько он цветет очень давно цветет очень очень это пилорик и остались вот эти вот два цветочка два прекрасных цветочка они уже выцвели у меня в одном по моему в крайнем видео обзоре есть как раз в крайнем то ли до этого ну в общем в одном из видео видео обзоров у меня там я его показываю и там у него три то ли четыре цветочка и видно разница между теми цветочками которые вот выцветают и свеженькими цветочками но все равно даже выцветающий ну как выцветает вот просто вот розовый фон становится чуть бледнее но даже при этом он все равно остается прекрасным и кстати вот если вот раздвинуть вот эти лепестки он такой интересный внутри такая вот такое чудо вот вот если бы он вот так вот расцветал бы так вот распускался бы это было вообще здорово позади него сейчас я постараюсь леготу убрать поставить его на место где он у меня и стоял а позади него это это первое цветение у ашановской реанимашки вот это та самая реанимашка у которой которую я брала где-то какой тут месяц написано январь которую я брала в январе вот это и вот позади нее тоже я их обе брала в январе брала вместе за 150 рублей уценками в ашане у них у обеих как видите старые листья еще висят тургор к ним вернулся но они все равно уже не стоят а вот новые листочки они уже растут хорошенькие и вот удали тоже новый листик и если в принципе поднялись они уже крепенькие очень ой тут не видно оказывается вот эти листья крепенькие но новые листья уже растут с полноценным с хорошим тургером и это вторая реанимашка у ценка вернее уже вот посмотрите уже дает корешочки во всю но цвести пока не хочет пока только вот что то там пробудила на цветоносе вот почечку но она как пробудилась так вот и замерла то почка и дальше пока еще не туда ни сюда не шевелится так вернусь к предыдущей уценочки и вот эта уценочка у которой у нее вот листочки вкрап розетка хочет все выбегает из горшочка и она дала цветонос и на нем такие вот четыре прекрасных цветочка я думаю что цветочки будут будут тоже скрапинками но нет цветочки вот с такими вот с такими вот мазочками розовенькими лучиками из серединочки но цветы прекрасные очень красивые цветочки очень нежные и вот еще одна реанимашечка у меня я их все двигаю местами еще одна уценка у меня зацвела похожим цветом но не совсем это та самая которая стояла на стеллаже вот она дала тоже первый цветонос это все первые цветоносы домашний и вот такое красивое расположение цветов 30 . такой красивый расположение цветов на цветоносе смотрят равномерно смотрят вот так вот вперед все три цветочка после того как этот цветонос с бутончиками дорос до лампы на стеллаже я эту этот фаленопсис переставила сюда на подоконник чтобы с бутончиками особо бутончики спокойно дальше развивались и зацветали уже потому что уже зацветать даже вот этим трем цветочкам на стеллаже уже места не хватало хочу показать ее как у нее цветы вот посмотрите как у нее цветы расположены красиво вот они рядышком стоят как бы вроде бы они и одинаковые но в то же время они отличаются этот у этого цветка более равномерный такой розовато-сереневатый тон общий а у этого тон бледнее бледно розовенький и такие вот мазочки ну и губа тоже отличается и губа и размер цветков тоже отличается этот цветочек он крупнее чем этот и даже так вот со стороны это видно и губа у этого вот обратите внимание она вот с таким вот вот с таким рисунком крапчатым а у этого губа вот простая без без крапа только вот с тигрином вот этим рисунком такие две красотки ну это все до сих пор цветет bright яра еще ни один цветочек не засушила не сбросила она вот все цветет я уже я уже не знаю сколько месяцев она цветет было сначала лимонной потом стала зеленеть теперь стала стала снова желтеть стало белеть и уже на фоне того что вот эти цветы уже влекнут этот язычок он уже стал не зеленым а аж желтеньким и таким ярким ярким но цветок все равно вот я смотрю на камеру все таки здесь на экране камеры цветочек бледнее чем он есть на самом деле а вообще на нем есть легкий налет такой лимонного оттенка все равно нравится мне этот цветочек цветонос не знаю будет дальше эту почечку пробуждать не будет не знаю и на этих тоже на уценочках есть дальше ответвление с почечками и еще у меня такой сюрприз для меня если кто помнит я так сейчас на дырочку посмотрю когда это было уже стерлась что я писала маркером 11 месяц я в ноябре постараюсь также добавить ссылку на это видео в подсказках в ноябре я брала в леруа две орхидеи одну я купила за полную цену в видео я ее показываю купила цветущую и радуюсь но эта радость продлилась недолго и она не потом обнаружила мученистого червеца и пришлось цветонос срезать но это ничего страшного а вторую я купила по мизерной прям мизерной скидке из-за сломанного цветоноса и я конечно видела цветочки которые там были на этом цветонос там валялся с цветочками и я видела что они темненькие ну вижу темные фиолетовые но они были в таком состоянии они были как сдувшиеся шарики и я даже предположить не могла что у меня распустится вот такое чудо вот посмотрите это боковая веточка так тут что-то мешает вот она вот моя лапонька боковая веточка от главного цветоноса от основного цветоноса и вот такие два прекрасных цветочка они настолько прекрасные и они прям прям кожистые прям плотные плотные-плотные фактуры очень плотные а с этой стороны с тыльной стороны они кожаные а с этой стороны они прям бархатные ну просто вообще чудо и такое вот такое сочетание вот этой губы и этого фона темного это нечто прекрасное я даже я уже представила полноценное большое пышное цветение это орхидеи и насколько это будет выглядеть изумительно у меня прям слюни текут если честно я сейчас попробую ее повернуть и показать как они как цветочки с тыльной стороны выглядят вот они с другой стороны вот посмотрите красота даже с этой стороны вот видите какие они кожистые лапоньки такие лапоньки еще у меня цветут и и те орхидеечки которые я покупала в последние вот эти пару месяцев которые я пересаживала что-то что-то цветет что-то уже цвело их я обязательно тоже покажу но их я покажу отдельным видео покажу как они чувствуют себя после всех этих пересадок доцветает буквально последним один-два цветочка я уже не стала показывать его здесь он стоит на другом подоконнике адентоциде умой у меня о нем есть отдельное видео можете посмотреть тоже есть ссылка на него в подсказках сейчас всплывет ну и вот здесь здесь у меня цветонос это pretty siren собирается цвести это у нее будет уже второе цветение домашнее и первый цветонос был коротеньким ровно год назад прошлым летом она цвела на этот раз цветонос растет уже длиннее прям заметно длиннее заметно выше но пока не знаю сколько цветочков выдаст и вот рядышком еще пустил цветонос калейдоскоп у него тоже первое цветение первый домашний цветонос он у меня сидит в керамзите у меня есть видео как я его пересаживаю в керамзит и до сих пор он у меня сидит в керамзите и я пока вижу только положительные результаты корешки растут листочки растут вот пошел цветонос меня это очень радует осталось теперь дождаться цветение этого чуда и очень рада что уже положено начало первому видео в моей коллекции орхидеи не только о листочках и корешочках но и уже есть какие-то первые зачатки цветения первые цветочки первая красота это все очень очень настраивает на положительные на положительные эмоции и на дальнейшее ожидание только лучшего серии спасибо большое всем кто заглянул на мой канал всем кто радуется вместе со мной этой красоте всем кто оставляет комментарии я очень рада всем своим зрителям каждому своему зрителю каждому подписчику каждому даже не подписчику а просто зрителю И всем, кто оставляет комментарии Спасибо вам всем большое И до новых встреч До новых видео До новых встреч